Привет, я Сергей Шубенков, и я задался целью выяснить, влияет ли погода на ход истории. Как банальная гроза может полностью изменить будущее? Что из того, что мы знаем правда, а что лишь красивая легенда? И в какие приметы верят жители Подмосковья? Метеорология, история и щепотка мистики. Давайте вместе отправимся в это увлекательное путешествие. Звенигород, град, звенящий на холме. Почему в мороз немцы снимали с себя одежду? У них начался надлом не только стратегический, но и психологический надлом. Чему снится снег? Верил ли французский генерал в сновидение? Пророчество говорилось, если меня послушаешь, останешься сам жив и сохранить жизнь своим солдатам. Как великая княгиня Елизавета Федоровна помогала городу после наводнения? Большой вклад в размере 5000, это практически половина всей суммы. Чего лишился Чехов из-за ледяного дождя в 2013 году? Сначала один от ветра, а потом второй от ледяного дождя погиб. И что усмирило буйный нрав в Морковой реке? В Звенигороде климат холодно-умеренный, лето комфортное, местами облачное, а зима долгая, морозная, снежная и пасмурная. Самый жаркий месяц в году – это июль. Средний температурный максимум в это время в городе – 23 градуса. А самый холодный – январь, тогда столбики термометра опускаются в основном до минус 10. Сейчас на улице плюс 13, солнечно, но в Звенигороде бывают и трескучие морозы, как, например, было зимой 1941 года. И тогда это оказалось очень кстати. Дело в том, что Звенигород – главный оборонный рубеж Москвы в начале Великой Отечественной войны. И тогда, в декабре 1941 года, немцы окружили город Запада, Севера и Востока. Но дальше они продвинуться не смогли. Так сложилось, что Звенигород столетиями оборонял Москву от врагов, которые шли с Запада. Поляки в смутное время, французы в 1812 году и немцы в Великую Отечественную. Осенью 1941 года линия фронта проходила вдоль Москвы реки. Немцы наступали с севера. Звенигород открывал дорогу на Голицыны и столицу. А на противоположном берегу стояла Красная армия. В районе деревни Полицы была линия обороны, которую называли «последним рубежом». В течение месяца советские солдаты в жестоких и храбрых сражениях отстаивали подступы в Москве. В декабре 1941 года температура воздуха в Звенигороде достигала минус 40. Солдатам Красной армии такие морозы были привычны. А вот изнеженным европейскими зимами немцам город взять так и не удалось. Все подробности выясним у человека, который увлекается историей Звенигорода. Рад вам представить. Любовь Александровна Грушунова. Любовь Грушунова. Любимая погода. Летний жаркий день. А в чем стратегическое значение Звенигорода? Даже немецкие офицеры говорили, город Звенигород – это ключ от Москвы. И вот этот ключ и этот город мы не должны были отдать. Но вокруг Звенигорода шли ожесточенные бои. И сейчас мы стоим вот именно на том месте, где эти бои и проходили. Деревня Полицы, которая находится с левой стороны от нас, была занята немцами. У Красной армии сил гораздо меньше было, чем у немецких войск. Еще в конце ноября ничего не предвещало погодных катаклизмов. Да, в 1941 году зима была действительно холодной. Но для немцев, привыкших к европейскому климату, было вполне терпимо. До 30 ноября, когда температура начала стремительно падать. А уже 5 декабря было минус 25. В среднем такая температура держалась до конца месяца. Временами ненадолго теплело. В конце года, в начале следующего, немцам застали по-настоящему жестокие морозы. Наши войска все-таки были подготовлены к зиме. То есть и обмундирование это все было до минус 40 совершенно нормально. А мы привыкли, наши деды и прадеды, они привыкли к таким морозам. А немецкие войска, они шли маршем и считали, что они Россию пройдут просто так и в легкой форме. Им же обещали зимние квартиры, до которых они так и не дошли. Пока советское командование перебрасывало на подмогу устойчивых сибиряков, гитлеровцы замерзали. Их обмундирование не было рассчитано на температуру ниже 15 градусов. Солдаты вермахта отчаянно ждали эшелоны с теплой одеждой. Несколько дней тому назад на родине приступили к сбору теплых вещей. Получилось действительно забавно. Когда рейхминистр обращался с призывом сдавать теплые вещи, в кино уже показывали киножурнал, изображавший выдачу шуб. А по радио было объявлено, что солдаты Восточного фронта прекрасно одеты. Игра достойная сожаления. Она могла бы быть, конечно, неплохой, если бы мы сами не были в ней страдающими персонажами. Прежде чем зимние вещи придут на восток, наступит Пасха. Но есть еще одно обстоятельство, которое делало мороз 41-го года смертельным для немцев. Еще один враг, который был с немецкой стороны, это вши, которые заедали их полностью, и они были раздеты. И иногда даже местные жители этих деревень вспоминают, что когда они видели немцев уже пленных, то они были голые, потому что они сняли с себя все. У них начался надлом не только военный, не только стратегический, но и психологический надлом. Контратаковать немцев советские солдаты смогли за декабрь. Выбить их из захваченных пунктов и полностью разгромить чаяния фашистов, взять сначала Москву, а затем и весь Советский Союз всего за четыре месяца. Наши люди поднялись, потому что они защищали свою землю. Спасибо большое, Любовь Александровна. Ну что же, и это далеко не единственный случай, когда природные явления и погода оказывали положительное влияние на ход российской истории. Обычно в нашем проекте мы рассказываем о природных явлениях, которые изменили ход истории. Но сегодня уникальный случай. Мы расскажем о событии, которое привело к природному явлению. Заинтригованы? Все подробности узнаем у насельника Савина-Сторожевского монастыря, отца Спиридона. Отец Спиридон любит весну. Во время войны с французами 1812 года многие монастыри были разорены. Савина-Сторожевский не был исключением, но самую главную святыню – мощи основателя монастыря – враг не тронул. А что же такого Сава-Сторожевский совершил осенью 1812 года? Сюда зашел отряд французов во главе с сэженом Багарне. Ночью ему является преподобный Сава, и он сказал ему такую вещь – запрети солдатам грабить храм, и тогда будет род твой долговечен, и ты будешь благословенным Богом. И когда он зашел в храм и увидел мощи, увидел икону, он понял, что это был преподобный, он поклонился мощам, и когда вышел из храма, он запечатал двери храма своей печатью, и тем самым спас храм от разорения. Отец Передон, я знаю, что у вас в монастыре есть некая икона, которая отображает как раз это событие. Да, она есть. Это такая большая икона, которая у нас находится в Преображенском храме, куда мы с вами продолжим свой путь. Свет включить? Да, давайте включим. Такая эксклюзивная история, такое ощущение, что храм открыт только для нас. Ну, для нас с вами. Это икона преподобного Савва Старожевского с клеймами его жития. Как он пришел в монастырь, построил храм, как благословил Юрий Дмитриевич на войну. Также здесь находится клеймо, когда он является женой Багарне. По случаю с явлением преподобного Савва Старожевского французскому генералу Южену Багарне выходит анимационный фильм режиссера Станислава Подивилова. По авторской задумке, скорый разгром армии Наполеона во сне Багарне символизирует снег. А сам герой задается вопросом. А почему снег? Почему снег? Потому что это Россия и генерал. Ты еще можешь сохранить своих солдат. Большое спасибо, отец Спиридон. Если вы думаете, что это конец истории, это далеко не так. Было продолжение на реке Березина. Об этом расскажем прямо сейчас. Так что же произошло в конце ноября 1812 года? Об этом поговорим с режиссером, автором фильма «Почему снег» Станиславом Подивиловым. Станислав Подивилов. Любимая погода – февральское морозное утро. Что же случилось тогда? Шел снег. Ну, снег шел, и мы пойдем. Давайте прогуляемся и узнаем все подробности. Почему вы решили сделать анимационный фильм, исходя из именно этого эпизода российской истории? Битва при Березине, Багарне, Савва Преподобный. Ну, в своем творчестве я пытаюсь размышлять, как человек приходит к Богу. В данном случае это совсем простое, обычное явление. Ну, и снег идет. Сражение на реке Березине вошло в историю как разгромное для армии Наполеона. Это была последняя крупная битва Отечественной войны 1812 года. Французы отступали. Командовал отходом Эжен Багарне, который посмотрел на небо, увидел снег и понял, что он значил в его сне. И увидев армию, замерзшую в снегу, для него это было неким шоком. И, конечно, это был вопрос. А почему? Что такое могло случиться в французской армии? И это было подготовительным этапом для того, чтобы Господь открыл ему, ну, в каком-то смысле, его будущую жизнь. Багарне был один из немногих генералов, которые пережили эту войну. А в последующих сражениях он даже не получил ни одного ранения. Потомки Эжена рассказывали, что незадолго до смерти он принял православие и взял себе имя Евгений. Это явление, оно было не только лично для него, почему он его послушался. Потому что в пророчестве говорилось, если меня послушаешь и не будешь разрушать этот монастырь, то ты останешься сам жив и сохранишь жизнь своим солдатам. Это тоже было достаточно важно для него. И он спас достаточно много французских солдат. И тоже очень интересный факт исторический. Его подразделение уходило из России после разгрома с оружием в руках. Они, как мы видим в истории на картинках, замотанные в тряпках, голодные, не похожие вообще на людей. То есть они вышли с троем, с оружием. И потом это единственный генерал, умерший своей смертью. Багарне услышал от преподобного старца Савы еще одно пророчество. Твои потомки будут служить России. Так и вышло. Сын Багарне Максимилиан был принят на службу Российской империи в 1838 году. Год спустя в Старожевской обители он поклонился мощам преподобного Савы, как и обещал отцу. В том же году сделал предложение великой княжне Марии Николаевне, дочери Николая Первого. Вот именно так снег открыл, наверное... Путь спасения Евгения Багарне и его роду. И не только, Евгений Багарне, но вот именно так снег стал, наверное, частью русской, не только русской, а мировой истории. Если раньше наши предки определяли погоду по приметам, то сейчас мы можем определить проблемы благодаря современным технологиям и повлиять на экологическую ситуацию в том или ином городе. Вместе с экспертами Минэкологии мы выезжаем в города нашего проекта для того, чтобы определить качество воздуха. При помощи газоанализаторов в нашей передвижной лаборатории специалисты замеряют концентрацию загрязняющих веществ по нескольким параметрам, один из которых — диоксид азота. Он не должен превышать норму предельно допустимой концентрации, которая равна единице. Мы провели измерение основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города Звенигород. Помимо загрязняющих веществ мы также определяли метеопараметры. И несмотря на неблагоприятные условия метеорассеивания, концентрация оксидов углерода, азота, серы в городе составила от 0,1 до 0,3 ВДК, что не превышает установленные гигиенические нормативы. Смотрите, какая интересная карта. Прямо на плитке — карта древнего Звенигорода. Вот она, Москва-река, и дальше здесь обозначены храмы, площади, даже каменный винный магазин. Но нас интересует пункт под номером 13. Места, которые в полую воду залиты бывают. Это здесь, вот он, 13-й пункт. И мы, кстати, недалеко от этого места находимся. Это вон там, под горой. Что такое полая вода? Половодье на воднине Звенигород раньше очень часто заливало, и так было вплоть до того момента, пока не построили Можайское водохранилище. Вот только тогда воду удалось утихомирить. Можайское водохранилище, или как его еще называют Можайское море, появилось здесь в 1960 году. Можайский гидроузел сегодня считается самым крупным и в москворецкой системе, и одним из важнейших в системе водоснабжения всей столицы. Звенигород не раз уходил под воду. Так случилось и при наводнении 1908 года. Люди спасались, как могли, на крышах и чердаках. Кстати говоря, не самый надежный метод. Поговорим об этом событии сотрудником Звенигородского музея-заповедника Елены Печенкиной. Елена Печенкина. Любимая погода. Плюс 27. Ясная и солнечная. Елена, ну вот потоп 1908 года. Как, что, почему? Действительно, зима 1908 года выдалась снежной, был обильный снежный покров, и весна началась резко и неожиданно. Обильное таяние снега и некогда спокойная Москва-река превратилась в буйную стремительную реку, и действительно были затоплены большие площади. Если сравнивать наводнение 1908 года с привычными в тех местах паводками, вода в Москве-реке поднялась более чем на 2 метра от своего обычного уровня. В некоторых местах разлив достигал более 3 километров. Стихия смыла и занесла песком множество домов. Местные жители были застегнуты врасплох. И самое страшное, самый большой ущерб, это, конечно, то, что поток смыл заготовленные для весеннего посева семена. Ну и как боролись-то, как преодолели все эти достаточно неприятные последствия такого большого наводнения? Первые сообщения о таком потопе были отправлены телеграммой 12 апреля московскому губернатору. В день космонавтики, что очень важно. Сейчас, да, тогда об этом, наверное, не помышляли. И из Москвы был направлен чиновник особых поручений, был создан экстренный комитет помощи от наводнения 17 апреля, возглавил его предводитель местного уездного дворянства Павел Сергеевич Шереметьев. Который лично спустился по лодке от Веденского до Москвы, чтобы оценить ущерб. Потому что первые сведения действительно были очень разрознены. До многих жилых пунктов возможности добраться не было. Затопило около 26 селений. Ущерб был огромный. Для помощи людям устроили места питания. В каждом ежедневно кормили около 600 человек. И большой вклад в размере 5000, это практически половина собранной в итоге всей суммы. И действительно большая часть необходимых средств поступила от великой княгини Елизаветы Федоровны. Елизавета Федоровна Романова, жена великого князя Сергея Александровича, дяди последнего царя Российской империи Николая Второго. Елизавета Федоровна и Сергей Александрович большую часть своего времени проводили на Звенигородской земле. Поэтому, когда здесь случилось наводнение, великая княгиня не осталась в стороне. В общем, 5000 рублей и очевидно такое количество денег, на которое можно было купить не одно стадо коров. В общем, Елизавета Федоровна очень сильно помогла. Спасибо большое, Елена. Ну а впоследствии буйный нрав Москвы-реки был усмирен и наводнения Звенигород более не беспокоили. Впрочем, Звенигород – это, конечно же, не только ливни, наводнения и зимние морозы. Весной и летом в городе солнечно Звенигородские пейзажи вдохновляли многих деятелей искусства, которые провели здесь не одно лето своей жизни. Ну что же, погода влияет не только на ход истории, но и на расположение духа. Сейчас я иду по мостику, названному в честь известного художника Исаака Левитана. Он писал так называемые «пейзажи настроения» и часто бывал в Звенигороде. А вот почему этот мостик назван именно именем Левитан, я узнаю у экскурсовода Натальи Воркунова. Наталья Воркунова. Любимая погода – сухая, тёплая, осенняя. Наташа, как связаны Левитан, Звенигород и вот этот мостик? Дело в том, что здесь недалеко находится село Савинская Слобода. Там очень любили останавливаться русские художники. Они приезжали сюда и вдохновлялись русской природой, писали этюды. Правда, красиво? Безусловно, очень красиво. В 19-м, начале 20-го века в Савинской Слободе работали и отдыхали художники Саврасов, Каменев, Коровин и многие другие замечательные пейзажисты. Исаак Левитан в их числе, он сюда часто приезжал и написал здесь около 25 этюдов, которые послужили потом для создания великих полотен. И вот одно из них, мостик Савинская Слобода, скорее всего, было написано именно здесь. На картине всё просто. Вот дрова, оставленные рабочими, позади виднеются деревянные дома, а вот и главный герой – мостик. Написанный в 1884 году пейзаж считается характерным для автора. Ценят эту картину за то, что Левитану удалось очень точно передать солнечный свет. С погодой повезло. Если бы над Звенигородом в тот день были тучи, возможно, мостик мы не увидели. То есть сам Левитан мог проходить здесь по тому мосту, который, я так полагаю, был тут давным-давно, а сейчас вот тут несколько другой мост. Конечно, то, что мы видим с вами сейчас, мост современный. Но когда-то на этом месте был милый бревенчатый мостик. Скорее всего, он и изображён на той картине. Это же, кстати говоря, вы говорите, мост современный, а выглядит так, как будто, да, ему тоже очень много лет. Выглядит так, да. Знаете, застал Ленина молодым, я бы назвал этот мост. Возможно, просто он часто используется. Правильно ли я понимаю, что действительно большое количество художников сюда приезжало, они писали свои работы, и яркая выраженность смены сезона в средней полосе России вот как-то будоражила фантазию художников? Безусловно, вы правы, потому что у нас есть и прекрасное лето с сочной зеленью и яркими красками. У нас есть осень, иногда она золотая, а иногда хмурая, овеянная дождями. У нас есть прекрасная хрустящая белая зима. И все эти времена года, и все эти краски, безусловно, вдохновляют художников. Наташа, спасибо большое. Итак, Звенигрд вдохновлял не только художников, но и писателей, среди которых есть друг Левитана. Его вы прекрасно знаете. Чехов и Звенигрд прочно связаны. Притом, я не имею в виду город Чехов, а, конечно же, говорю о великом русском писателе Антоне Павловиче. Он часто жил здесь, бывал вот в этом доме. А отношения Чехова и погоды были весьма специфичны. Он просто ненавидел зиму, и об этом даже есть прямая отсылка в знаменитом фильме «День сурха». Если не помните, то пересмотрите. Итак, вот цитата по Чехову. «Не люблю я зимы и не верю тому, кто говорит, что любит ее». Или другая. Теперь январь. У нас начнется отвратительная погода с ветрами, грязью, с холодом. А потом февраль с туманами. А вот какой сезон по-настоящему любил Чехов, так это осень. Антон Павлович Чехов прежде всего был врачом. И с 1884 по 1887 год он работал в земской больнице. И, кстати, в Звенигрде он написал несколько своих рассказов. А отдыхать великий русский писатель любил подлипы, от которой, к сожалению, сейчас остался только пень. Что произошло, узнаем у краеведа и почетного жителя Звениграда Зинаиды Михайловны Смирновой. Зинаида Смирнова. Любимая погода – золотая осень. Почему дерево не удалось сохранить? Что случилось? Ну, во-первых, дереву очень много лет было. А во-вторых, в 2013 году прошел ледяной дождь. Ледяной дождь 12 и 13 декабря 2013 года пронесся по Московской области, ломая деревья. Однако самым запоминающимся ледяным дождем для региона был прошедший в 2010, перед Новым годом. Тогда ледяной нарост был около 2-3,5 миллиметров. Но именно 2013-й стал для любимой липы Чехова последним. И дерево просто не сохранилось. Оно вот под этой тяжестью ледяного дождя, наледи, оно упало, и вот остался только вот этот пень. Так, мне не нравится это название – пень, ну что делать? В этом же году посадили вот эту маленькую молодую липу, как бы правоприемницу чеховской липы. Здесь он действительно любил отдыхать, потому что рядом находится домик фельдшера Барменцева, с которым у него были очень дружеские отношения. А какой была эта липа? Почему Чехов выбрал именно это дерево? Ну, вы знаете, к сожалению, я в то время и не жила, поэтому какая она была при Антоне Павловиче, я вам рассказать не могу. Может, какие-то описания в его произведениях есть? Нет, нигде нет этих описаний. А мы покажем. Однажды жена Антона Павловича, Ольга Леонардовна Книпер-Чехова, уже в зрелом возрасте приезжала в санаторий Звенигород. И на фоне этой липы сфотографировалась с поклонниками своего творчества. Липа, она как бы раздваивалась выше, ну, наверное, да, метра два-три вверх. Она раздваивалась на два ствола, и в 13-м году сначала один от ветра, а потом второй, который был более такой сильный, он от ледяного дождя погиб, и поэтому липа погибла. А в каком состоянии после ледяного дождя обнаружили эту липу? Ствол обрушился, обрушился туда, в овраг, и тогда обнаружилось, что внутренность, вот сейчас это все закрыто, а внутри пустота. То есть вот это вот только-только вот это вот окружение, кора и все прочее. Мне кажется, вот это какой-то скрытый символизм, может быть, понимаете? Было дерево, которому очень много лет, а внутри пустота. В 1887 году произошло заметное и редкое астрономическое явление – солнечное затмение. Его Чехов наблюдал в Звенигороде. По этому случаю он написал рассказ «Злоумышленники», который был опубликован на следующий же день, 8 августа. Кстати, с самим городом у писателя сложились непростые отношения. Одно есть воспоминание, вернее, в письмах упоминание о Звенигороде. «Звенигород – паршивый городишко». Но было написано, это плохую погоду, слякотная погода, слякотная погода, да. Сыграл в литературе. А поскольку Чехов, он давно ведь болел туберкулезом, и плохая погода всегда оказывалась на его здоровье, поэтому вот у него, видно, такое было состояние здоровья, что он в одном из писем пишет «Паршивый городишко». А затем он вообще полюбил Звенигород. И даже когда он женился на Книпер Чехова, он писал, что «Дуся, а может быть, нам с тобой повенчаться в Звенигороде?» В последний раз Чехов прогулялся по Звенигороду в 1903 году. Приехал он в свой самый любимый месяц – июль. За год до своей смерти. Ну, как говорит молодежь, наверное, тогда в целом можно подытожить наш разговор так вот. Антон Павлович Чехов плюс Звенигород однозначно равно любовь. Да, во всех отношениях. Спасибо большое. Сейчас рядом с Чеховской липой разбит сквер, и на вот таких плитах высечены знаменитые цитаты классика. Вот одна из них. «К счастью или несчастью, в нашей жизни не бывает ничего, что не кончалось бы рано или поздно». Мне кажется, что эта цитата имеет прямое отношение к нашему проекту. Если сейчас, например, идет дождь, и вы очень хотите, чтобы он закончился, знаете, это обязательно произойдет. Сегодня я узнал, что генерал Мороз несколько раз спасал Звенигород, а ярко выраженная смена сезонов вдохновляла художников и писателей. На этом я, Сергей Шубенков, с вами прощаюсь и напоследок делюсь приметой. Красный закат, летом в хорошей погоде, зимой в заморском. Ну, а нас ждут другие города Подмосковья. Скоро увидимся. Продолжение следует...